А-а, стерео И снова здравствуйте! Вы на канале Сплетни, и сегодня очередной выпуск свежих сплетен. В этом выпуске вы не узнаете, что где-то там в Америке Ким Кардашьян говорит, что целлюлит на ее фотографиях, сами понимаете какой части тела, ей подрисовывают в фотошопе недоброжелатели. Мы были на пляже, он болтал с какой-то девочкой, ему было 12, а девочка выглядела на 15. Он любит постарше, как я. Как на Росомаху из фильма «Люди Икс» Хью Джекмана, в спортклубе напала фанатка с электробритвой, от которой он еле отбился. На вопрос полиции, зачем бритва, срезать бы Кен Барда моим будущим мужу, ответила она. Ну и так вот он подошел ко мне, и я спрашиваю, все нормально? Он говорит, да, я сказал ей, что ты Росомаха, просто дай ей автограф, дай ей автограф. Я типа, что, помогаю сыну цеплять девочек? Что Джордж Клуни стал отцом двойни, а кушер королевской семьи роды принимал, кстати? И что Кортни Кокс, известная как Моника из сериала «Друзья», решила стать мамой своей 53 года? Потому что у нас другие новости. Муж певицы Жасмин, Илон Шор, был осужден на семь с половиной лет в Молдавии за то, что, будучи мэром города, мошенническим путем присвоил себе около 700 миллионов долларов. Ранее ему был запрещен въезд в Россию за банковские махинации, после которых где-то потерялись 100 миллионов долларов. Внучка Владимира Высоцкого появилась в Инстаграме. Зовут ее Арина Сахарова. Ее бабушку, актрису Татьяну Иваненко, называли тайной любовницей легендарного барда, который отказался от нее ради Марины Влади. Там целая история рассказывается почти как в индийском кино, как Высоцкий не признал дочь, поэтому она носит фамилию матери и кучу исторических подробностей и свидетельств очевидцев. Документов, естественно, никаких, а официальные сыны артиста Никиты Высоцкий родство категорически отрицает. 41 год исполнился Максиму Галкину 18 июня. Вот как его поздравили дети. Спасибо, Лизочка. Что это? Это сова. Ты будешь спать, играть и с ней любить. Спасибо, моя любимая. Я сама только мне ее... Как? Вот эту сову? Да, просто мне приложила просто его светочек, а я туда в такая иголочка. И получилось. Вот что у меня с утра под дверью. Это Гаря поздравит, наверное, от Аллы. Папа, Рючий из муси, я рада, что его сын. Сегодня у меня на главной гости, а дядя Денис, 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 Папа, Вусящик. Папа, дорогой. Ой, спасибо тебе, Гарик. Спасибо. Спасибо, дай тебе поцелую. Куда пошел? Муа. Дай, Крэм. Филипп Киркоров обещал забежать поздравить, когда на... А мы песни будем петь? Эм, давай, давай. Машинка едет по дороге, любить, любить. Едет, едет она, едет всегда, 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 всегда. Но не всегда, когда-то мы можем идти, можем идти. Мы прыг-прыгиваем при дорогу ференую, потому что там едет поезд. Ты это что, на ходу сочинила? На ходу. Молодец какой. Ой, я тебе письмаю. Я тебя люблю, только моя жизнь, я тебя люблю, только моя жизнь, только я тебя люблю. О, у тебя прям мелодия получилась. Телеведущая Оксана Федорова закрыла свой ресторан «Палатин» в центре столицы. Предполагается, что он не оправдал надежд и не приносил достаточной прибыли. В нем не было зала для караоке, так прокомментировала это событие сама Оксана. Но актера Сергея Година, известного по фильмам «Самый лучший фильм 2», «Наша раша, яйца судьбы» и другим, подвергся нападению в одном из ресторанов в центре Москвы. Из-за случайного столкновения на танцпоре актер был избит неизвестным посетителем заведения и увезен на скорой помощи с отрясением мозга и резанными ранами лица. От госпитализации Сергей отказался. И уже по сложившейся традиции в самом конце выпуска вы не узнаете, что любимая собака Ольги Бузовой белоснежный шпиц Лавли заболел и умер. Самой хозяйке об этом не сообщили, так как Ольга считала, что эта собачка приносит ей удачу. Евгения Феофилактова не отпустит своего сына Даниэля на свадьбу Гусевой и Виктории Романец вопреки заявлению Антона. Как собачка скурит? Угу, сладкая собачка. А Анастасия Волочкова завела в Инстаграм аккаунт для своего кота. Вот такими событиями была полна прошлая неделя у наших звезд. Благодарим за просмотр. Если вам понравился выпуск «Свежих сплетен», поддержите нас лайком. Подписывайтесь на канал «Сплетники». С нами интересно. Субтитры создавал DimaTorzok